Всем привет! Вы на канале Куликовой компании. С вами Ирина. Скоро Новый год и сегодня я хочу вам показать, как делать праздничные яркие заколочки с подвесками-снежиночками, которые подойдут как раз к новогодним утренникам. Кому интересно, не переключайтесь! Наш отрезок ленты складываем пополам под прямым углом и перекручиваем два раза. В основании лепестка делаем складочку и скрепляем ее зажигалкой. У нас получается красивый острый лепесток. Наш цветок будет состоять из четырех слоев лепестков. На фетровый пятачок диаметром 4 сантиметра начнем приклеивать лепестки первого слоя. Нам потребуется 17 штук плюс-минус один лепесток. На следующий слой мне потребовалось 12 лепестков ленточки молочного цвета. Опять-таки плюс-минус один лепесток. В зависимости от плотности склеивания лепесточков друг с другом. На верхний слой мне потребовалось 9 лепесточков сиреневой ленты с люрексом. Последний слой лепестков мы подклеиваем под наш нижний слой сиреневых лепестков с люрексом. Стараемся клеить в шахматном порядке. Вот такой цветочек у нас получился, а теперь приступим к созданию подвесок снежинок. Снежинку плела по следующей схеме с небольшими изменениями. Для создания одной снежинки нам потребуется примерно 60 сантиметров проволоки на 3 миллиметра в диаметре. Плетение снежинки начинается с одного лучика, с кончика. Здесь работают два конца проволоки на первом луче. Когда первый луч будет сплетен, дальше в ход идет только один конец проволоки, которая будет последовательно плести оставшиеся лучики. Свою снежинку я начала плести не с середины проволоки, а с ее начала. И все 6 лучиков у меня шли в одну сторону плетения. Вы можете начать с середины, как показано на схеме. Тогда вы лучики будете плести по двум сторонам от центрального лучика, с которого начали. Разница будет лишь в том, что концы проволоки у моей снежинки сомкнутся в середине снежинки, а если плести как на схеме, то они не сомкнутся на кончике лучика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда все лучики снежинки у нас сплетены, 6 штук, соединяем концы проволоки соединительной бисеринкой и аккуратно закручиваем и подлинаем. Для серединки нам потребуется снежинка, шапочка для бусин и большая бусина и 3 бисеринки. КОНЕЦ Приступим к созданию подвесок. Для этого нам потребуется фетровый пятачок диаметром 3 см, мононить и иголка для бисера. Закрепим один конец нити на фетровом пятачке, нанижим на нитку бисер и бусины и снежинку. Иголку пустим внутрь бисерного ряда и опять закрепим на фетровом пятачке. КОНЕЦ Чтобы сделать крепление к цветку, нам потребуется фетровый пятачок диаметром 4 см и заколка крокодильчик. Вот такая красивая заколка с подвесками у нас получилась. Она выглядит по-новогоднему красиво. Если сделать в другом цвете без подвесок, это будет отличный праздничный вариант для утренников и праздников. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди вас ждет еще много-много интересных новогодних видео от наших авторов. Не пропустите! Спасибо большое за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!